Все началось с одной песни, с песни «Моя любовь», которую прислал мне Макс Фадеев по большой просьбе моего друга написать для меня песню. И когда я взяла в руки диск, я почему-то тогда почувствовала, что я еще не слышала песни, не слышала. Я почувствовала, что это, наверное, как раз то, чего я ждала. Именно вот такую песню с такими словами. И когда заиграла музыка, я услышала первые строчки «Ненадолго задержусь, чтобы запомнить и глянусь», я поняла, ну вот оно, наконец-то. Наконец-то я дождалась той песни, которую давно хотела иметь в своем репертуаре, и в которой я могу что-то сказать людям. Потом состоялось знакомство с Максом, его студией. Я абсолютно не знала, что мы будем ее записывать. Я знала, что я просто иду с ним познакомиться. Я пришла, он говорит, ну что, пойдем в студию записывать песню. Я говорю, как? Он говорит, а ты что, не готова? Я говорю, да нет, готова, пойдем записывать. Мы пришли в студию, записала всего три дубля. Только лишь потом я узнала, оказывается, что была договоренность. И Макс сказал, что если там ему не понравится, как я пою, то у меня даже не будет продолжения наше сотрудничество. Потом через два дня позвонил Макс и сказал, похоже, я напишу для тебя альбом. Вот так мы и начали записывать наш альбом. Мы долго-много общались, много разговаривали, просто болтали ни о чем. Часто, много и подолгу. Потому что нам надо было узнать друг друга получше, побольше. И, естественно, Макс очень ответственно подходит к созданию нового проекта, своего творческого детища. И, как он говорит, он никогда не сможет написать песни для человека, которого он не чувствует. И я прекрасно помню тот день, когда прошло уже три месяца, наверное, может, даже больше. Мне звонит Макс и говорит, все, я написала для тебя альбом. Это, говорит, будет что-то. Это, говорит, вся ты, это то, что я почувствовала, это то, что должно быть для тебя, это то, что ты должна петь. Я, конечно, неделю это ждала, просто с таким нетерпением. Я думаю, какую же музыку он мне напишет, что же он мне напишет, как же он мне напишет. И потом он стал показывать песню за песней, песню за песней. И я подумала, боже мой, какие грустные песни. Почему такие грустные для меня? Я всегда была такой внешне веселой, хотя, по сути своей, я достаточно такой одинокий человек и очень грустный. Я говорю, почему такие песни грустные? Он говорит, а ты что, веселая? Говорит, это ты вот вся такая, вот так, как я тебя увидел. И действительно он угадал. Говорит, я не знаю, почему написала для тебя такие песни. Абсолютно не знаю. Это что-то сверху вообще сошло и легло на ноты, на бумагу. Кто-то спустил вот эти мысли, эти фразы, эти слова, эти истории. Так рождался наш альбом. Ну, потом была нормальная, плодотворная, творческая работа в студии. Песню за песней мы записывали. Например, песню «Голуби» я приходила в студию три раза. Я очень быстро пишусь. Два-три дубля и достаточно, и все. И вот я пришла записывать песню «Голуби». Ну, естественно, я ее не спела, я ее пропела. Я чувствую, что не то. Я чувствую, что мне не хватает чего-то для того, чтобы спеть эту песню. Говорит, так, все. Запись закончена, я больше записывать не буду, я ухожу. Три дня меня никто не трогает. Вообще никто не достает. Я буду думать, как мне нужно спеть эту песню. Что же я должна такое почувствовать? И что же я должна такое прожить и пережить внутри себя, в своем сознании, в сердце, в душе? Потому что, естественно, эта песня про такое расставание, про потерю любви. И для меня это было чувство совершенно неестественно в том состоянии души и сердца, в котором я находилась в тот момент. Вот я три дня просыпалась этой песней, засыпала, просыпала, засыпала, ночью просыпалась, и у меня все время голуби, голуби, голуби в небо взлетают, обещают. Боже мой, как же петь, эта песня сложная, она вокально очень трудная, она драматургически очень трудная, сложная. Но вот опять меня беспокоит. Алло, да, я на репетиции, как раз рассказываю о твоей песне «Голуби, голуби». Я даю интервью теперь моим любимым поклонникам, слушателям. Мы записываем интервью, я потом... Да. Ладно, я сейчас закончу, тебе перезвоню. Ну вот, меня, конечно, перелопатило очень сильно все мои чувства, все мое сознание. Я бы даже сказала так, переколбасило меня капитально. И я уже на третий день, на четвертый... Я реально ходила только с этой песней, у меня больше ничего не звучало в голове вообще. Они у меня взлетали в небо, садились, мои чувства. У меня все внутри разрывалось вообще на части. Я потом пришла, сказала, все, я готова. Я позвоню, говорю, Максу, я готова писать песню. Я пришла, спела там два дубля, все, песня была записана. Вот такой вот был выплеск моей энергии, моей эмоции, которые я копила целых несколько дней, абсолютно забыв о своем существовании, о том, что происходит вокруг. Я прямо вся ушла в эту песню, и получилась песня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!